ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Баруха Шэм, благословенно имя Господне! Шалом алейхем! Мир вам! Синтия, я так рад, что сегодня мы начинаем новую серию «Как Иисус совершает библейский иудаизм». Это фундаментальное учение. Ты начал свое служение в штате Огайо, потом оно начало расширяться, и затем охватило весь мир. И все это время данное послание является фундаментальным для церкви. В нем столько откровений, столько силы. Я уверена, что наши телезрители получат огромное благословение. Сколько бы я ни слушала твои послания, я всегда получаю для себя что-то новое. Это необходимые нам драгоценные откровения от Господа. Интересно, что мы говорим о простых истинах, но каким-то образом церковь выпустила их из внимания. Поэтому телезрители извлекут личную пользу из этой серии. Как ты думаешь, что возьмут для себя наши телезрители? «Это наша подготовка. Мы невеста Мессии. Он скоро грядет, и мы должны знать, кто Он. И это учение обогащает наше понимание того, кто такой Иешуа. Я хочу помолиться о вас. Дорогой Отец, благослови людей через это послание, чтобы они были готовы и с любовью ждали твоего возвращения после того, как они посмотрят эту серию». Баруха Шем, благословенное имя Господне. Сегодня мы с вами посмотрим, как Ветхий Завет, Еврейская Библия, которую называют Танахом, и Новый Завет совершенно неотделимы друг от друга. Отец, мы молимся о том, чтобы ты дал нам Духа премудрости и разумения, дабы нам понимать Слово Твое и более ясно видеть себя в Иешуа. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Огромное число христиан по всему миру посвящает очень много времени на изучение только Нового Завета. И в то же время они очень мало времени посвящают изучению Завета Ветхого. Это можно сравнить с тем, что человек берет книгу из 400 страниц и начинает ее читать с 305 страниц. На самом деле, если вы начнете читать книгу не на первой странице, а на 305, пропустив при этом предыдущие 304, то у вас создастся не совсем правильное впечатление о книге. Вы упустите главный смысл. У вас создастся несколько исковерканное впечатление о ее героях и о самом сюжете этой книги. То есть ваше понимание книги, если вы пропустите начальную часть и значительную ее часть, будет весьма ограниченным. Но все же многие христиане в их изучении Библии ведут себя именно так. Они вообще не изучают первые три четверти Библии, то есть Ветхий Завет. Они все время посвящают только на изучение Нового Завета. Послушайте, я никоим образом не преуменьшаю значение Завета Нового. Именно Новый Завет более ясно открывает нам характер, природу и план Божий. Но подумайте о том, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, где перечисляется родословное Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама, начиная с книги Бытия. Новый Завет начинается с того, что помогает нам смотреть на его страницы сквозь линзы ветхозаветных писаний. Они неотделимы друг от друга. Нельзя просто так из ничего начать изучать только Новый Завет. Важно понимать основания и корень еврейских писаний, через которые появляется Мессия. Я хочу через эту серию показать неразделимость Ветхого и Нового Заветов. В настоящий момент я только закончил писать книгу под названием «Лев и Один». Все это изложено в моей книге. И пока это свежо в моей памяти, я хочу рассказать вам самые важные тезисы. Послушайте термин «Ветхий Завет», который используем мы, христиане, для евреев является чуждым. Они не называют свою Библию «Ветхий Завет». Я повторю. Они называют ее «Танах». «Танах» состоит из «Торы». Это первые пять книг, начиная с Бытия и заканчивая Второзаконием. Затем «Пророки», «Невиим» и «Писание», «Кетувим», «Книга-притчи» и прочие. Итак, все эти три части — «Тора», «Пятикнижие Моисея», «Невиим», «Книги пророков» и также «Кетувим» — это такие книги, как «Псалмы», «Причи». Все эти три части вместе составляют то, что евреи называют «Танах». Если вдуматься, то «Танах» состоит из трех отдельных частей, которые я вам только что перечислил. Слово «Танах» берет свою букву «Т» в слове «Тора», букву «Н» в слове «Невиим», и окончание слова «Танах» происходит от первой буквы слова «Кетувим». Евреи не рассматривают свою Библию как нечто ветхое. Сам термин «ветхий» — «Завет» был придуман кем-то из ранних отцов церкви, кто решил, что «Ветхий Завет» уже не играет особой роли. И, к сожалению, со временем это привело к неправильному богословию. На еврейские писания стали смотреть как на нечто, что уже устарело, и что в некоторой степени уже совсем не актуально для жизни. Конечно, я это несколько преувеличиваю. Не так много христиан скажут вам, что «Ветхий Завет» совершенно не актуален сегодня, но они настолько преуменьшают его актуальность, что упускают важные откровения, которые возможно получить, только если изучать всю Библию целиком, а не исключительно «Новый Завет». Я собираюсь сейчас копнуть в эту тему глубже и рассмотреть ее более подробно. Поэтому, если вы привыкли делать записи, ставить видео на паузу и что-то отмечать для себя, то вам пригодятся мои заметки. Делайте, пожалуйста, и свои заметки. Я буду говорить с простыми словами, но все же мы изучаем глубокую и важную тему. Я знаю, что для многих из вас произойдет смена парадигмы. Вы по-новому взглянете на Библию. Но, уверяю вас, вы получите очень много, если будете уделять время также изучению еврейского писания, а не только Брит-Хадаша. Сразу хочу заметить, что в Новом Завете мы видим множество цитат Иисуса, которые он брал как раз-таки в еврейской Библии, в книге Танах. Мы знаем, что когда Иешуа ходил по земле, еще не было нового Завета. Поэтому, когда Иешуа цитировал из книг Моисея, из псалмов или из пророков, он цитировал из книги, которую мы называем Ветхим Заветом. То, что Иисус полагался на еврейские писания, показывает нам, как церкви, что мы тоже должны смотреть на еврейские писания, как на фундаментальные для нашей жизни. И вот вам одна иллюстрация. Мы знаем, что после крещения Иисуса на Него сошел Дух Святой в виде голубя, и голос с неба произнес «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Ком Мое благоволение». Затем Писание говорит, что Иисус был поведен Духом в пустыню, где Он был искушаем 40 дней и 40 ночей. Дьявол приступил к Нему с тремя разными искушениями. «Сбросься с крыши храма, и ангелы подхватят тебя». Ведь Бог обещал, что ангелы подхватят тебя. «Преврати эти камни в хлеб, Я дам тебе царство всей земли». И Иисусу пришлось отражать все эти искушения, которые подсовывал Ему дьявол. Как именно? И Ишуа отбивался от лжи сатаны. Всякий раз он отражал его искушения, цитируя Слово Божие из Торы. Из первых пяти книг Библии. Дьявол начал с того, что сказал Иешуа. «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделались хлебами». Он процитировал Иисусу Писанием, только извратив его смысл. Что в ответ на его атаку сделал Иисус? Он процитировал ему из Второзакония, 8 главы 3 стиха. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих, будет жить человек». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо, написано, ангелом своим заповедует о тебе». Как ответил ему Иисус? Он снова процитировал ему из книги Второзакония. Написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, «Дьявол, — говорит Иешуа, — все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Иешуа отвечает, — «Отойди от меня, сатана, ибо написано, — Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Я увидел эту силу, как можно отражать атаки сатаны. Иешуа трижды отражает искушение сатаны, цитируя ему Слово Божие из Торы. Три цитаты из Священного Писания, из книги Второзакония, «Повергли все нападки врага в пух и прах». Это говорит нам о том, что в Торе есть сила. Есть сила в еврейских писаниях. Церковь. В том, что мы называем Ветхим Заветом, есть сила, чтобы отразить атаки сил цмы в нашей жизни сегодня. Но многие ли из нас изучают Тору сегодня? Многие ли из нас знают Тору и используют Слово Божие, открытое нам в еврейских писаниях, в нашем личном хождении с Богом, в наших духовных битвах? Я здесь сегодня заявляю вам, что нам нужно вернуться к фундаменту Слова Божьего. Начав с самого начала, вместо того, чтобы, пропустив три четверти Библии, изучать лишь Новый Завет. Я призываю вас, изучайте всю Библию целиком. Многие из вас читали в Писании о городе Иерихоне. Вчера вечером я проповедовал о том, как народ Израиля должен был войти в Иерихон, чтобы зайти в обетованную землю. Но им мешали при этом стены Иерихона. Между ними и их наследием стояла стена. Стены — это твердыни духовной тьмы. Они мешают нам войти во все то, что Бог имеет для нас. Воскликнете, как восклицали дети Израиля, высвобождая свое наследие и предназначение. Раз, два, три. Это было невероятное высвобождение славы и веры, силы и красоты. Я еще никогда не переживал ничего подобного. Когда я дул в шафар, люди высвобождали свою веру в Бога. Хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Это было удивительное переживание. Зачастую, читая Ветхий Завет, мы многого не понимаем. И это отбивает у нас охоту его изучать. Я прекрасно это понимаю. Рекомендую найти себе хорошего учителя и найти книгу, которая все объясняет более простыми словами. Потому что мы действительно можем запутаться с Ветхим Заветем, как в дебрях. Когда вы оказались посреди леса, окруженную отдельными деревьями, деревьями разного рода, вы теряете всю картину. Вы не понимаете, где именно в лесу вы находитесь. Иногда нечто подобное происходит с нами, когда мы читаем Ветхий Завет. Мы читаем пророчества и не понимаем, что имеется в виду. Мы читаем о Божьем гневе на его врагов или на тех, кто не послушен ему, и мы совершенно растеряны. Я здесь, чтобы помочь вам лучше понять Ветхий Завет, чтобы сделать его более простым для вашего понимания. Мы будем продолжать изучать Танах, изучать еврейские писания. Эти простые истины принесут вам великий мир и помогут вам понять, что Ветхий и Новый Заветы это не две книги, не связанные друг с другом. Я покажу вам, что Ветхие и Новый Заветы идут в одной связке в постоянно нарастающем откровении. То есть Ветхий Завет начинает откровение, но в Новом Завете его значение проясняется. В первой главе евреям сказано, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам Сыне, который является полным отображением его природы. То есть Ветхий Завет содержит откровение, а в Новом Завете это откровение достигает своей полноты. Это можно сравнить с тем, что мы видим один солнечный лучик, вместо того, чтобы взглянуть на солнце целиком. Еврейские писания — это лучи света, но Ишуа — это сам Творец, и он приводит нас к полноте понимания. Но если мы не будем понимать фундаментальные еврейские писания точно так же, как Иешуа отражал нападки сатаны, цитируя еврейское писание, «мы не сможем надлежащим образом понять смысл Нового Завета». Конечно, в еврейском писании очень легко запутаться, словно в дебрях, как я уже говорил ранее. К примеру, их правило о том, что можно и что нельзя принимать в пищу, как священники испытывали, имело место прелюбодеяние или нет. Мы видим массу священнических ритуалов. И нам хочется отказаться от такого чтения и приняться за то, что может быть более применимо для нас сегодня. Я это прекрасно понимаю. Но я хочу сказать вам, Церковь, что если упростить для вас то, чему учит Ветхий Завет, если показать вам, насколько последовательно Ветхий и Новый Завет показывают нам природу Бога, как последовательно открывается нам в обоих Заветах Божий план спасения человечества, как последовательно в обоих Заветах говорится о Мессии и о конце века, если показать вам, насколько связаны между собой Ветхий и Новый Заветы, и что они неотделимы друг от друга, то это придаст вам мир и принесет благословение. Именно это мы и пытаемся делать в данной серии. Итак, на первый взгляд, Ветхий Завет действительно очень труден в понимании, но если мы будем все дальше и дальше обрабатывать эту почву, то постепенно у нас будет появляться все больше ясности. Мы должны смотреть на всю картину целиком, а не на отдельные детали. Мы должны смотреть на Ветхий Завет концептуально. Когда в законе дано так много правил, а иудейские раввины утверждают, что закон содержит 613 установлений, немногие из них совершенно неприменимы к нашей жизни сегодня. И мы можем просто затеряться в этих неприменимых сегодня постановлениях. Вместо этого мы должны спросить себя, каково пророческое значение всех этих законов и каково их применение. Потом мы делаем несколько шагов назад и понимаем, что Бог дал нам все эти законы для того, чтобы показать, что Он свят, Он отделен и уникален, Он отделен от этого мира, и Он желает, чтобы Его народ жил отделенным от этого мира так же и жил свято. То есть мы делаем пару шагов назад, чтобы увидеть всю картину целиком, а не просто концентрироваться на деталях. Уясните для себя, что нам важно понимать Ветхий Завет концептуально, увидеть всю картину целиком, чтобы мы не терялись в мелких деталях. «Услышьте меня сейчас! Это важно!» Сам Иисус изучал еврейские писания. Иисус не родился с уже встроенным микрочипом в разуме, и Он не знал наизусть все писания с самого рождения. Ему пришлось учиться. Писание говорит нам во второй главе Евангелия от Луки, 51 и 52 стихах, «Что Иисус возрастал в премудрости и в благоволении». Как именно? Он возрастал в премудрости? Он изучал Писание. Бог в Библии дает народу Израиля наставление, что они должны обучать своих детей закону. Мы читаем об этом в книге Второзакония, 6 главе. «Сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая, и напиши их на косяках дома твоего». Это означает, что отец Иисуса Иосиф обучал его Писанию. Иисус изучал Писание точно так же, как и мы с вами, возлюбленные, должны изучать Писание. Я хочу показать вам удивительное место в Писании, которое приносит мне немало радости. Оно открывает нам, насколько актуальны еврейские Писания для нашей веры в Иешуа. Послушайте, что говорит Иисус в Евангелии от Луки. Я хочу, чтобы мы вместе открыли 24 главу Евангелия от Луки. Я буду читать 44 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно». Итак, послушайте, 24 глава, 44 стих. Это было своеобразное мини-занятие по изучению Писания. Иисус хотел сделать небольшой экскурс по Танаху, по Торе, по Невиим, по Китувим, по первым пяти книгам, по пророкам и по Писаниям, таким как Псалтырь. И вот послушайте, что он говорит в Евангелии от Луки, 24 главе. «И вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, то есть в Торе, и в пророках Невиим, и в Псалмах Китувим». То есть в Новом Завете Иешуа прямо сказал нам, что Ветхий Завет открывает нам его. Мы более ясно начинаем понимать, кто такой Иешуа, когда видим, как открывают нам его еврейские писания. Как он сам сказал, в законе Моисеевом и в пророках, и в Псалмах. Но не только Иешуа использовал еврейские писания, чтобы отражать атаки сатаны и ставить его на место. Павел делал то же самое. К примеру, в 28 главе книги Деяний Павел говорит нам, что он использовал писания, чтобы свидетельствовать людям. А вот что говорится в 23 стихе. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Обратите внимание, насколько важны были закон он и пророки в служении Павла. Поэтому мы не должны относиться к Ветхому Завету как к чему-то, что утратило свою актуальность в наше время, как к простому повествованию о людях в древности. Иисус сказал в Евангелии от Матфея 13 главе 52 стихе, что каждый книжник, а книжник — это тот, кто переписывал Тору, кто старался не пропустить ни одну деталь из Писания. Так вот Иисус сказал, что всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Поэтому мы видим, что сокровища находятся как в еврейских писаниях, так и в Новом Завете. На еврейце это называется брит-хадаша. Я напоминаю вам. И в этой серии я хочу помочь вам понять богатство еврейского писания, которое вы можете применять в вашей жизни. Это укрепит вашу веру, сделает вас более смелым в свидетельстве и поможет вам понять, что Ветхий и Новый Заветы, что еврейская Библия и Новый Завет неотделимы друг от друга. Это очень важная и увлекательная серия. Я молюсь о том, чтобы бог по-особенному использовал ее в вашей жизни. Так что продолжайте смотреть нас. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о суверенности Бога и о том, что это означает для вашей жизни сегодня. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение «Узнавая еврейского Иисуса» сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерою добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537-ки. На Земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новые Заветы и как Иисус совершает иудаизм.